Ну, конечно, радостные, достаточно. Я бы сказал, совсем разные таймы. Первый и второй. Наверное, если взять второй, то это была достаточно уверенная победа. Если взять первый, все-таки немножко не так начали. Вроде сравняли, но потом опять пропустили. Не знаю, могу сказать, что как-то не ожидали такую игру, да, у Спартака, что они будут играть все-таки пас за спину. Ну, как-то не сориентировались в тот момент и пропустили. Ну, все-таки, не знаю, может, и хорошо, так сказать, что мы их пропустили, потому что потом мы должны были очень-очень сильно давить и забивать не только 1 на 2, ничего, чтобы выиграть. Все-таки потом не только 2, а 7, а 4. Я тебя на поле видел, кстати. Я там давал интервью. Я там еще и увидел, да, сказал. Юрий, а когда Гранат сегодня в «Зенит» играл, что-то помогло себе? Просто там 4 гола из-под него забили. Нет, ну это, не знаю, это не приятные вопросы задали. С уважением к игроку, так сказать. Почему? Может, неудачно играй, все. Думаю, вопрос не красивый. Юрий, а что изменилось во втором тайме? Что изменили в прерыве, чтобы так выйти и буквально... Нет, самое главное, что я увидел, это то, что мы зашли в раздевалку достаточно спокойные и уверенные. Мы не были растеряны и не паниковали как-то. Получили некоторые, так сказать, подсказы от тренера. Вот, и сказали, что побеждать достойно. Конечно, буквально за полгода мы били уже второй год. Юрий, а понятно, что с Мигелем Даня? Он очень расстроился, когда получил травму. Там что-то, ребят, там что-то с коленом. Я надеюсь, ничего серьезного, но все-таки что-то есть. Ну, надо ждать все-таки аналитики. Потому что даже сейчас мы поехали уже в больницу. Когда вы хотите... Когда не сам ушел, он подселяет надежды? Что? Когда не сам ушел, он подселяет надежды? Сам ушел, ну понятно. Ну, не знаю, я с ним поговорил немножко. Честно, я не могу что-то конкретно сказать. Я надеюсь, что ничего серьезного. И там максимум буквально понадобится на неделю, чтобы восстановиться. Так, надеюсь. Юрий, когда вы ходили на матч, знали уже, как сыграл ЦСКА с Локомотивом? И я не знал. Многие знали, честно говоря, там смотрели перед игрой. Я только узнал, что ЦСКА сравнял в зоне. Я даже сейчас не знаю, сколько они... 1-1, 1-1, да. Вот. Я узнал, что они только сравняли. И это матч сначала. Спасибо. Спасибо.